доброе утро просыпается город созданный для неспешных прогулок продолжим наши курортные заметки сегодня по мостовым кисловодска пройдемся по улицам и проспектам ленина дзержинского шаляпина герцена просто ходить мечтать шуршать листьями пить крепкий кофе наблюдать город витринах маленьких курортных магазинчиков витринах маленьких курортных магазинах маленьких курортных магазинах маленьких курортных яркий образец сталинского ампира генеральский корпус военного санатория это проспект дзержинского 12 и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Привлекает внимание бывшая дача Твалч-Релидзе, проспект Ленина, 13. В народе это здание называют дачей Ксишинской, но на самом деле балерина Матильда Ксишинская здесь никогда не была. Она действительно бежала от революции из Петербурга в Кисловодск, но пробыла здесь недолго. Дом в стиле модерн построен в 1905 году архитектором Хаджаевым для семьи Астаховых Твалч-Релидзе. Уже через 10 лет они его продают, а в 1924 году дача была национализирована. Здесь находился корпус санатория Красных Шахтер. В наше время особняк в активе предпринимателя Бронцалова. Это небольшой бутик-отель, номера здесь можно забронировать заранее. Идем дальше. Питьевой певет Ребровский. Он был открыт в 2022 году. Почему Ребровский? Это историческое название. Место называлось Ребровской балкой в честь одного из первых поселенцев Алексея Реброва. Попробовать здесь можно Нарзан, Ессентуки-4, Славяновскую. Все из резервуаров. Пусть камера играет. Вечно мне очень нравится улица имени Герцена. Она ведет к ЖД вокзалу. В Кисловодске самое главное никуда не спешить. Наслаждаться каждым моментом в этом бесконечно красивом городе. Герцена. Герцена. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вместо русской интеллигенции начала 20 века город Кисловодск переносимся в Ессентуки Прохаживаясь по аллеям курортного парка в Ессентуках, можно увидеть старинное здание механотерапии Здание на каменной основе из белого травертина украшают башни Каркас деревянный, заполненный белым кирпичом Первый раз я в этом сказочном здании Институт массажа, ортопедии и лечебной гимнастики шведского доктора-физиотерапевта Густава Цандера Открылся в 1902 году Архитектору Иосифу Зелинскому выделили на строительство здания в стиле фахверка 25 тысяч рублей Работы начались в марте 1902 года, а уже 4 июля механотерапия на Кавминводах открылась Зал был рассчитан на работу 60 аппаратов, которые были куплены в 1901 году и стоили 20 тысяч рублей Субтитры создавал DimaTorzok Ну а это общий вид на зал механотерапии На втором этаже зала механотерапии стоят музейные экспонаты 1902 года Аппарат для пассивного воздействия на позвоночник То есть это статистическое выправление позвоночника, корсет Конструкция, конечно же, Густава Цандера Также установлен в 1902 году Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас в лечебнице действуют 54 аппарата На 52 из них стоит клеемол Гюстава Цандера Физические упражнения на аппаратах улучшают функции ткани Активизируют обмен веществ Стимулируют моторную функцию кишечника Лечат больные суставы, мышцы позвоночника Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok